Хитрости вязания бабушкиного квадрата. Это видео важно посмотреть тем, кто только-только интересуется вязанием из бабушкиного квадрата или уже вяжет из него. Я поделюсь с вами своим опытом и некоторыми хитростями, которыми пользуюсь сама. Эти знания помогут вам связать идеальные квадраты, которые будут выглядеть профессионально и супер безупречно, чтобы ваше изделие никогда не косило и чтобы соединение этих квадратов было ровным. В конце этого видео я поделюсь с вами классным методом закрытия последней петельки, которая облегчит вам соединение этих квадратов. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца. А знаете что? Напишите, пожалуйста, в комментариях, вы уже вязали из бабушкиного квадрата или только собираетесь начать? Я думаю, всем будет интересно посмотреть, кого из нас больше. Итак, в этом видео мы с вами разберем две основные схемы вязания бабушкиного квадрата. Конечно, вместе свяжем бабушкин квадрат. Я покажу, как незаметно переходить на следующий ряд, и мы научимся с вами красиво закрывать последний ряд в бабушкином квадрате. Я уже рассказывала, что я очень люблю вязать из бабушкиного квадрата и из мотивов, но в первую очередь мне нравится это вязание из-за его мобильности и быстроты. Потому что, когда мы вяжем отдельные мотивы, время пробегает быстрее, чем вязать большое полотно. И, например, связав вот таких вот 4-6 мотивов, я могу связать уже перед или спинку какого-то изделия, что очень удобно и для меня важно само ощущение от вязания. Единственная сложность, с которой я столкнулась, а не были эти сложности, что у меня квадрат первое время немножко косил на углах, но я добилась их ровности. И второй момент, это был подбор цвета, но тоже благодаря опыту, насмотренности, знания о цвете, я начала уже гармонично подбирать эти все оттенки. А если вы хотите научиться красиво вязать крючком не только бабушкины квадраты, но и другие любые изделия, даже верхнюю одежду, то приходите ко мне на бесплатный эфир, как красиво научиться вязать крючком. Я думаю, вам там будет очень интересно и полезно. Ссылку на этот эфир я оставлю в описании к этому видео. А еще хочу отметить, что некоторые люди не любят вязать одежду с бабушкиного квадрата, считая, что узор слишком дырчатый. Но здесь я вам хочу рассказать одну такую вещь. Вы можете сами контролировать плотность узора. Единственное, здесь нужно будет просто не вязать воздушные петельки между пучками, просто исключить их из узора. И второй вариант, это толщина нити. Чем толще у вас будет нить, тем больше будут пучки, тем больше будут дырочки между пучков. А если ниточка у вас будет тоненькая, то соответственно и сами дырочки между пучков будут тоненькими, маленькими, почти незаметными. И одежда будет смотреться очень классно из таких мотивов. А сейчас мы с вами перейдем к практике. Но перед этим обязательно подпишитесь на мой канал. Здесь много всего интересного и полезного о вязании крючком. И в первую очередь давайте начнем с чтения схем. Вообще, прежде чем что-то вязать по схеме, остановитесь и разберите схему целиком. И только потом приступайте к вязанию. Смотрите, у меня есть вот такая схемка, где мы поднимаемся на следующий ряд по углам. Вот это три таких кругляшка. Это означают воздушные петельки. И мы именно от угла поднимаемся на следующий ряд. Для меня эта схема самая идеальная. Особенно, если мы собираемся вязать бабушкины квадраты не однотонные, а именно с переменой цвета. Ей существует также еще такая вот схемка. Посмотрите, здесь мы так ее перевернем. Здесь тоже есть воздушные петельки подъема, но поднимаются они не от угла, а именно по стороне нашего бабушкиного квадрата. Так тоже можно вязать. Эта схема тоже вполне жизнеспособна. Но, если вы будете менять цвет, то лучше это делать по углу, менее заметно будет. И вообще по углу не видно столбиков подъема. Но хорошо их заметно, если вы будете вязать по вот этой вот стороне. Мы разберем тоже и эту схему, и вот эту схему. И сейчас повяжем обе. И еще есть вот такая вот схема. Это тоже бабушкин квадрат. Здесь тоже есть петли подъема. Но посмотрите, они с друг другом не соединены. То есть каждый раз здесь петли подъема. Если мы с вами провяжем первый ряд, мы окажемся вот тут, а второй ряд начинается здесь. Здесь очень неудобно. И вообще такие схемы я прям вам советую избегать, когда вы не знаете, как подняться на следующий ряд. Потом, когда вы наберетесь опыта, когда вы научитесь читать такие схемы, можно здесь понять, что здесь либо нить обрывается, и новая начинается с угла, либо мы используем соединительные столбики, чтобы перейти на это место и начать дальше. Но вот такие схемки попадаются, которые вообще не подходят, и лучше ими не пользоваться. Кстати, чтобы у вас не было таких проблем со схемами, у меня в телеграм-канале есть подборка. Каждый понедельник я выкладываю какие-то схемки интересные. Если вы умеете уже читать, или чуть-чуть умеете даже, у меня есть и сложные, и очень простые схемы, подписывайтесь на мой телеграм-канал, забирайте эти схемки, скачивайте себе вызбранное, потом будет из чего выбрать вам следующее какое-то изделие. И ссылку на телеграм-канал я, конечно же, оставлю в описании. Итак, приступим. Будем читать нашу схему. Смотрите, здесь есть воздушные петельки. Я не люблю начинать с воздушных петель, я люблю начинать с кольца амигуруми. Покажу сейчас. Дальше мы делаем 3 петли подъема, вяжем первый пучок из 2 столбиков с накидом, затем угол. Вот здесь тоже, кстати, показана. Вот эта схемка, она с воздушными петельками, то есть на углу у нас 3 воздушных петли, и между нашими пучками 2 воздушных петли. Я уже упоминала в начале видео, что чем больше у нас воздушных петель между пучками, тем больше вот это вот отверстие, тем более дырчатый будет бабушкин квадрат, поэтому я просто их не делаю. Пучки вяжу так же, а воздушные петельки не делаю. Я вам покажу, как это вяжется, и я делаю 2 воздушных петли, чтобы было не сильно дырчато. Вот так вот. Здесь очень хорошо на этой схеме показано, как мы перебираемся на следующий ряд. Смотрите, делаем 1 воздушную петлю и полустолбик. Это делается для чего? Если мы с вами свяжем 2 воздушных петли, мы окажемся здесь. Нам это вообще неудобно. Нам надо оказаться в середине арки из воздушных петель. Вот тут надо оказаться. И как раз здесь используется этот прием. Затем отсюда же мы опять набираем 3 воздушных петли, делаем пучок. Затем следующий пучок. Не будем вязать воздушный. И здесь делаем 2 воздушных петли. Конечно же, вы можете связать прям по этой схеме, попробуйте, вы увидите, какая будет разница. Опять пучок. Вот эти 2 пучка вместе, где между ними, из одной арочки вернее, и между ними воздушные петельки, образуют угол целиком нашего бабушкиного квадрата. Вот это вот все, угол в одну арочку. В принципе, вам нужно знать, как вяжутся первые 2 ряда, потому что следующие ряды будут повторяться. Угол всегда будет провязываться одинаково. Всегда. Не важно, сколько рядов вы свяжете. А вот пучки между углами будут добавляться. Смотрите, здесь нет пучка. Здесь 1, здесь 2, потом 3. И вот таким образом ваш квадратик будет расти. Давайте повяжем. И возьмем, вот у меня ниточки, крючок номер 3. Нитки возьмите лучше Янард джинс. Ну, или какие у вас есть под рукой. Это самое классное, чтобы по ним обучаться. Еще будет здорово, если вы в комментариях напишите, с какой пряжей вы попробовали связать наш бабушкин квадрат по моему уроку. Вообще, у меня Янард джинс всегда под рукой. Итак, что мы делаем? Мы сначала делаем кольцо амигуруми. Накидываем на указательный пальчик. Это все придерживаем. И вот так вот петельку сделали сверху, придерживаем, крючок просовываем в петлю, цепляем, вытаскиваем и провязываем. Раз, два, три воздушных петли. Это будет первая петелька, которую на схеме у нас есть. Вот она, три воздушных петли. Дальше мы будем все пучки провязывать именно в это кольцо амигуруми. Делаем накид, провязываем один столбик, накид, второй столбик. И делаем две воздушных петли для угла. На прошлой схеме их три. Я напоминаю, что я вам делаю сейчас, показываю прям самый классический бабушкин квадрат. Смотрите, дальше делаем очередной пучок из трех столбиков с накидом. Опять сформируем угол из двух воздушных. Следующий пучок. Раз, два, три. Опять угол. И четвертый пучок. Раз, два, три. И вот теперь можно затянуть наше колечко вот за эту ниточку свободную. Затягиваем. Вот у нас четыре стороны получилось, да, из пучков. Три угла. И четвертый угол мы сейчас будем делать, как указано на схеме. Воздушная петля и полустолбик. Смотрите, воздушная петля. Дальше делаем накид. Находим вот эти три воздушные петли вот прям сюда в верхушку. вытаскиваем и все три петельки на крючке провязываем. Это у нас полустолбик. Вот, тем самым мы оказались в середине угла. И теперь нам будет легко сделать здесь пучок, пройти по рисунку и сделать здесь второй пучок. И давайте я покажу, как это делается. Прямо начинаем набирать. Раз, два, три воздушных петли и сюда же в угол два столбика с одним накидом, как и показано в схеме. Дальше не будем вязать никакие воздушные петельки между пучками. Помните, я говорила, вот это угол и в него мы формируем два пучка. Раз, два, три. Опять две воздушные. и в этот же угол раз, два, три. По сути, второй ряд это как раз таки формирование углов. Первый угол готов, затем второй провязываем. Я ускорюсь, побыстрее свяжу, я думаю, смысл вам понятен. Если что, вы можете в настройках сделать скорость поменьше, пока я вот так провязываю. Либо на паузу нажать и провязать вместе со мной. Три. Вот. Второй угол, первый, второй готов. Следующая арочка. Раз, два, три. Две воздушных для угла и в эту же арочку и в эту же арочку. два, три. Третий угол готов. Смотрите, раз, два, три. А дальше четвертый, полугла-то у нас уже связано, один пучок. Мы второй будем туда вязать. Раз, два, сейчас. что такое? Три. И опять, смотрите, как по рисунку делаем по схеме. Одну воздушную петлю, накид, находим верхушку нашего столбика, трех воздушных петель. Вот раз, два, три и в третью. Прям протыкаем, вытаскиваем и три вместе провязываем. Все, мы второй ряд провязали. И сейчас мы будем формировать третий ряд. Смотрите, мы опять вяжем точно так же три воздушных петли и два столбика. Три воздушных петли считается, как за один столбик до петли подъема. А дальше мы пучок провязываем между, вот здесь вот, между углами. прям не в петлю, а прям в арочку эту. Раз, два, и три. И дальше опять формируем угол. В принципе, все. Но, да, это слишком просто. И есть тут одна небольшая хитрость. Сейчас я вам ее покажу. Смотрите, если бы я сейчас продолжала вязать нужное мне бабушкин квадрат, у меня бы получилось вот что. Это бабушкин квадрат. И может быть, если вы совсем новичок, вы не увидите, что тут получилось, но я это вижу, и мне это не нравится. И возможно, вы тоже увидите здесь кое-что, что мне не нравится. Если вы увидели, нажмите прямо на паузу и напишите, что в комментариях, что это может быть, что мне тут не понравилось. Смотрите, вот этот угол, где как раз таки переход идет на следующий ряд, и он больше, чем остальные углы. Что я имею ввиду под больше? Вот если просто так квадрат лежит, это нормально, вообще незаметно, да, если его не трогать. Но потом, если это ваша вещь, какая-то, состоящая из множества квадратов, и вы ее носите, если это чехол для подушки и плед тот же самый, вы же этот квадрат будете эксплуатировать, он будет чуть-чуть тянуться, мяться, да, что-то вы с ним будете делать. Так вот, если мы растянем обычный угол, вот я его растянула, и у меня пучки красивые, да, второй угол тоже, третий угол, пучки друг к другу лежат, а вот этот угол, который мы как раз таки переходили на следующий ряд, посмотрите, какой он, посмотрите, между ними есть вот эти перемычки, потому что мы использовали там два столбика, воздушную петельку и столбик без накида. Так и должно быть, в принципе, так задумали авторы, так очень, ну, как бы, это стандарт, но мне это решение не понравилось, и вот в следующий, когда я это поняла, попробовала делать разные углы, и следующий, я когда начала делать, посмотрите, вот у меня ряд, по которому я поднималась, и он точно такой же, вообще ни капельки, ни больше, чем другие, даже если мы будем растягивать, он тоже так же будет, как и эти, с изнанки, кстати, тоже все спрятано, ниточки, как я это сделала, и как советую вам делать, давайте провяжем прям до конца ваш мотивчик, и я покажу, как я поднимаюсь в углу на следующий ряд, пока я довязывала, реально бросается, вот то, что здесь очень широкий, большая дырочка, широкий угол, хотя здесь все более такое компактное, ну, вы, наверное, уже догадались, да, что я буду делать, здесь, вот у меня угол, мне надо его соединить и перейти на следующий, что я делаю, я не делаю воздушную петельку и потом полустолбик, я делаю сразу полустолбик, то есть мы закончили, вот здесь вот вязание, я делаю накид, нахожу эту третью петельку, раз, два, три, в ее верхушку, протаскиваю крючок и просто провязываю, по сути, я оказалась в начале стороны, но, вот если вот так смотреть, то получается у меня петелька прямо посередине угла, и это здорово, это здорово, и еще я делаю не сразу воздушные петельки, вот так вот, да, а я их протыкаю, вот, то есть у меня петля, и я завожу ее за арочку, вытаскиваю две петли и делаю раз, два и три, и затем делаю два столбика, раз, два, и в принципе, иду дальше, иду дальше, так же вот, как здесь, вот по этой схемке, просто не провязываю вот эту воздушную петельку, и делаю не сразу три петли, а достаю из, получается, арочки, и вот, вот посмотрите, какие вот, вот прям угол у меня здесь, вот, посмотрите, как все ровненько, красивенько, и не отличишь ни от того угла, ни от другого, пользуйтесь, пожалуйста, этот вариант, более стабильного угла, он не будет у вас съезжать или заворачиваться, будет ровненько идти, иногда, когда у нас здесь побольше отверстия, здесь поменьше, углы могут уходить в стороны, и вот, чтобы такого не было, да, вяжите, как я вам рассказала, и теперь, давайте попробуем провязать другую схемку, где от стороны проходят, почему я хочу ее с вами провязать, я хочу вам показать, как закончить последнюю, вот она, последнюю петельку, для того, чтобы потом у вас соединение красивое было, с квадратами, с друг другом, давайте попробуем связать, ну, два ряда, я думаю, нам хватит, чтобы я вам показала, первый ряд вяжется точно так же, как я показывала, вот в этой вот схемке, посмотрите, они идентичны, вот этот первый ряд, и вот этот первый ряд, единственное, здесь не обозначены воздушные петельки, я распущу этот образец, первый, мы с вами пойдем от стороны, вот здесь вот я закончила, и смотрите, здесь тоже три, кстати, воздушных петли, и посмотрите, между пучками, здесь одна воздушная, одна, мы их вязать тоже не будем, их можно вязать, просто неудобно, и не нужно, я не люблю их вязать, эти воздушные петельки, между пучками, смотрите, здесь мы свяжем раз-два, вот, и сомкнем со стороной, соединительным столбиком, вот так вот, соединительный, дальше, у нас мы немножко, вот этого соединительного, нам надо с арочки начать, и провязать три воздушных петли, эти три воздушных петли, будут относиться к углу, видите, пучок формируется, а здесь уже сторона формируется, вот сторона пучка, сторона пучка, а это относится к углу, давайте, вот так я это делаю, смотрите, когда мы сомкнули, соединили ряд, и нам надо, ну, не с пучка начать, да, а с воздушной цепочки, я чуть-чуть завожу крючок назад, и вытаскиваю оттуда петельку, и опять, раз, два, три, все, у меня как будто бы началось, и с арочки, а не с пучка, дальше, по схемке, у нас идет, угол, формирование угла, тоже ускорюсь, раз, два, три, нет, три вида, наверное, я провяжу, формируем, раз, два, я сейчас вяжу по схеме, просто пропуская воздушные петельки, три, раз, сейчас, два, две воздушных, угол получается, вот я провязала уже два угла, третий, раз, два, вот, смотрите, сюда, раз, два, три угла, сюда провязываем четвертый, провязываем первый пучок, раз, два, три, две воздушных петли для угла, и затем, два столбика с одним накидом, и соединяем вот этот вот наборный, наборную цепочку, и получается, вот мы сейчас ее соединим, и вот такой вот угол получается, делаем, раз, два, вот верхушку, соединительный столбик, вот, уголочки получилось, все замечательно, и теперь нам отсюда, и теперь нам отсюда по схеме надо провязать вот эту вот сторону, пучок, опять же, я не люблю вот так сразу вязать, я вот так ввожу крючок, раз, два, три, вот, сейчас идет третий ряд, вот в сторону я провязала, теперь угол, то есть после первой схемы, вы уже представляете, как это все вяжется, сейчас провяжите самостоятельно, и я вам покажу эту последнюю петлю, соединительную, как ее классно сделать, чтобы вообще не было заметно, где у вас закончился ряд, провяжите самостоятельно, посмотрим, вот так мы провязали, и дальше, что бы я сделала обычно, как я обычно вяжу, я бы нашла вот эту верхушку, раз, два, три, да, сделала бы соединительный столбик, потом сделала бы закреп, вытянула бы на нужную длину, затянула, да, обрезала бы ниточку ненужную, убрала, все, вот, получился небольшой бабушкин квадратик, углы соблюдены, стороны, все замечательно, но, если я начну сейчас соединять, вот посмотрите, да, вот я бы сейчас ниточку спрятала, да, у меня вот, то есть, понятно, мы каждую петельку в петельку бы соединяли, а здесь непонятно, за что хватать, потому что тут закреп, ну, вот, не очень, не очень красиво, да, что мы делаем, сейчас я распущу этот закреп, и покажу, кстати, этот способ, этот метод, прием, который я вам сейчас покажу, он, в принципе, может вам пригодиться, не только в бабушкином квадрате, в любом мотиве, плотном, вот такой вот вы можете связать, да, то есть, его нужно закончить красиво, чтобы у вас все вот так вот получилось, вот такой вот можно, вот я кардиган вязала, и эти мотивчики я соединяла между собой, и вот здесь у меня был как раз закреп, и вот тут вот как бы ломается линия косички, и, ну, я-то уже умею такие соединять, но чтобы не мучиться, мы что делаем, мы, во-первых, петельку вытягиваем, убираем крючок, и мы крючок просовываем к себе, вот так вот к себе, через петли на нашей косичке, через две петли, вот они, то есть, вы видите, да, вот эту вот косичку, первая полупетля, вторая, и отсюда мы захватываем нашу петельку, вот так, захватываем и протаскиваем через эти полупетли, и протаскиваем всю, вот, всю протащили, затем, вот так вот смотрим наверх, мы, опять же, просовываем крючок, вот, уже, вот, предыдущую петельку, вот так вот, за заднюю полупетлю, и через нее протаскиваем нашу рабочую нить, вот так, и вот таким образом, дальше уже мы с изнанки можем сделать закреп, да, вот, например, вот так, вот я имею ввиду закреп, мы его закрепили, дальше будем прятать, а здесь, посмотрите, у нас сохранилась наша косичка, и сверху вообще не видно, где у вас ряд закончился, где вы там соединяли, потому что везде косичка, нету ломаной линии, и только вы будете знать, что вот такую красоту вы сделали сами, с определенной стороны, и, конечно, когда вы будете потом соединять мотив с мотивом, вы будете уже спокойно провязывать, вот оно, петелька, 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 все видно, все удобно, пользуйтесь, пожалуйста, вот таким вот интересным методом, я надеюсь, вам понравилось это видео, понравилось вязать бабушкин квадрат вместе со мной, но если вы досмотрели до этого момента, значит вам точно интересно вязание крючком, чему я бесконечно рада, я очень люблю вязать не только бабушкины квадраты, но и вообще вязание крючком в целом, и очень благодарю вас, что вы смотрите мое видео, что у вас тоже поддерживается этот интерес, и если вы уж любите вязать крючком, то я вас приглашаю на свой бесплатный эфир, как красиво научиться вязать крючком, вам будет точно полезно, интересно, вы узнаете там много нового для себя, поэтому приходите, все ссылки к этому эфиру я прикреплю в описании к этому видео, всех вас буду ждать!